Здравствуйте! На городском телевидении время новостей. Сегодня пятница, 12 августа. В студии Михаил Симонов. Сейчас коротко о главном. Во Дворце культуры состоялась премьера мюзикла «Фантазеры 21 века». Это творческий итог международного творческого проекта «Нуклеаркидс». Накануне в городском Дворце культуры состоялась премьера мюзикла, поставленного в рамках международного творческого проекта «Нуклеаркидс». Юные артисты самых разных атомных городов страны и даже мира собрались на одной сцене ради того, чтобы донести до всех мысль о том, что будущее вершится в детских фантазиях. Да здравствуют детские фантазии! Это будущее, которое случится через мгновение, ну или может через несколько лет. Таков был посыл со сцены, которую приняли зрители, пришедшие накануне посмотреть мюзикл «Фантазеры 21 века». В основном, конечно, это были дети. Маленькие жители маленького атомного города Железногорска. С большим прошлым и хочется верить не менее великим будущим. Ну, дети необычайно талантливые, поют, танцуют. Нам очень понравилось. Мне понравилось, что спектакль был реалистичный очень, и дети все талантливые, молодцы. Ну, повторюсь, что дети все талантливые, у них очень ярко все получается, и мне очень понравилось. Тоже захотелось принять участие в проекте «Нуки». Сознайтесь! Да, так и было. Еще раз! Пока! Еще раз! Береги от Марса! Я вернусь! Даже если эти фантазии – полный бред, фантазировать можно и нужно. Эта способность необходима не только поэту, но и математику, и физику, и химику. Говоря словами классика, люди без фантазии никогда ничего не создадут большого, ценного и нового. Говоря словами классика, люди без фантазии «Нуки» Все вышесказанное, как нельзя лучше, подходит под описание самого творческого проекта «Нуклир Китс», автором идеи которого является директор Департамента коммуникации Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Новиков. Здесь вот еще и такой момент, что получается, да, что мы таких растим маленьких звездочек. И они потом будут, когда они станут большими звездами, они будут рассказывать о том, и надеемся, что не забудут, что они выросли в атомных городах, и что «Росатом» дал такую возможность, вот как бы подтолкнул к этому. Да, все-таки прав был Наполеон, человеческим родом правят воображением. Свои, как минимум теперь, наполеоновские планы вынашивают главные виновники вчерашнего торжества. Юные, но уже профессиональные артисты проекта «Нукиц» – атомные детки из Железногорска. Ты много где участвовал в конкурсе, ну поскольку береги детства, давно уже поешь. Скажи, пожалуйста, вот этот проект чем от всех остальных отличается, в которых ты когда-либо участвовал, от конкурса всевозможные? Ну, здесь другая атмосфера, здесь все люди как родные. Ты с ними везде ходишь, тут нету никакого соперника числа. Тут, ну, все свои. И чем ты пожелал этому проекту? Чтобы он меня брал в следующие годы. Всегда? Каждый год? А я так же не честно, а другие дети? Ну, и других детей и меня. И если Железногорским атомным деткам помогали выступать родные сцены, то участникам «Нуклеркиц» из тоже атомного города Дакка, Фаджару и Ойши Атья помогали друзьям. Да, признаются ребята, поначалу их немного стеснял языковой барьер. Однако общие цели, стремление к лучшему результату и само искусство быстро его нивелировали. Остались только радость, творческая эйфория и немножечко грусть от того, что скоро все-таки нужно будет расставаться. Впрочем, ребята не теряют надежды, что когда-нибудь снова встретятся и приглашают проект «Нуклеркиц» к себе в Бангладеш. Конечно, конечно, им хочется, чтобы это прошло у них тоже, потому что когда русские, когда здесь они делают такого рода проект, а здесь в России это одно, но когда люди приедут к ним, они смогут познакомить их с своими друзьями. Врач говорит о том, что он сможет познакомить их с своими друзьями там. Это самый другой опыт, и они будут горды тем, что они смогут сделать такого рода проект у себя, в Бангладеше принять такого рода проект. А в завершении спектакля на сцене Железногорского ДК впервые прозвучал гимн проекта «Нуклеркиц», в котором поется. Здесь мечты сбываются, хоть это не шаспром. Каждый из нас скажет «Это наш дом» и только вместе преодолеем все ненастя. Я люблю тебя, Нуклеркиц, ты мое счастье. Интервью с организаторами проекта и его участниками, атомными детками из Железногорска, смотрите сегодня в конце информационного часа на нашем канале.